Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Требования относительно условий труда, заработной платы, обеспеченности средствами защиты, которые озвучивали обоснованно, сказал Рашид Тимрецов на встрече с коллективом скорой помощи. В качестве благодарности за труд в период пандемии мецинских работников, в один из ресторанов в Черкесске решил провести акцию бесплатно осуществлять доставку обедов для медиков. Спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов вручил почетные грамоты Президиума Народного Собрания самым активным участникам волонтерского штаба «Единой России». Делишес, Грани Смит и другие элитные сорта яблок. В Хабецком районе возрождают традиции садоводства. Реализуется республиканская программа по закладке мини-садов. Сегодня глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов встретился с коллективом станции скорой помощи Черкесска. Пообщался с врачами, диспетчерами, молодыми фельдшерами, водителями, которые ежедневно совершают по несколько десятков вызовов к жителям города. Нагрузка сейчас колоссальная. Считаю, что основные требования коллектива относительно условий их труда – заработная плата, обеспеченности средствами защиты, которые они озвучивали, обоснованно сказал глава. Те нормативы, которые предъявляются к работе скорой, прежде всего скорость оказания помощи, должны соблюдаться. А сегодня мы видим с этим проблемы. Были допущены ошибки, в том числе и прежним руководством скорой помощи. Есть и недоработки регионального министерства здравоохранения, отметил Рашид Тимрезов. Также глава региона сообщил коллективу о принятом решении временно назначить на должность главного врача станции скорой помощи министра труда и социального развития Карачаева-Черкесии Анзора Охтова, который до назначения министром уже возглавлял коллектив этой скорой помощи. Рашид Тимрезов поручил новому руководителю совместно с министром здравоохранения держать на жестком контроль вопрос обеспеченности коллектива всем необходимым. Должен быть сформирован двухнедельный запас средств индивидуальной защиты. Уже сегодня коллектив должен получить положенные региональные доплаты за работу с ковид-больными за май. Также приняли решение усилить скорую помощь Черкесии как машинами скорой, так и дополнительными бригадами, которые будут сформированы из медицинских работников медицинских стационаров. Еще один госпиталь для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, откроется в Карачаево-Черкесии в ближайшие дни. Общее число койко-мест в нем составит порядка 70. Госпиталь будет развернут на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Он располагается отдельно от основного здания. Предусмотрен также специальный проезд медучреждения только для больных с ковид. В настоящее время в госпитале подготовлены кислородные точки на 70 человек, резервуар для кислорода. Будут установлены также аппараты ИВЛ. Кроме того, в госпитале устанавливается лифт для тяжелых больных. Работать в нем будут сотрудники республиканской клинической больницы. Медицинский персонал будет обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты для работы в красной зоне. Напомним, в настоящее время в Карачаево-Черкесии развернуты 4 госпиталя, рассчитанные на 630 мест. И новости из оперативного штаба. В Карачаево-Черкесии сегодня выявлено 72 новых случаев заражения COVID-19. Всего в республике 1276 подтвержденных диагнозов. Из них 348 выздоровели, 554 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в полной изоляции. Они работают на передовой и ведут борьбу за каждую жизнь. В период пандемии огромная нагрузка легла на плечи медицинских работников. Некоторые жители нашей республики в знак благодарности решили поддержать людей, которые посвятили себя этому благородному делу. Подробности у Руслана Джукаева. В период пандемии новой коронавирусной инфекции врачи Карачаево-Черкесии делают огромную и важную работу. Вдали от своих семей и домашнего уюта они спасают в прямом смысле этого слова жизни людей. И в качестве благодарности за их труд один из ресторанов города Черкеска решил провести акцию бесплатно осуществлять доставку комплексных обедов для медиков. Для врачей подготовили для их иммунитета сухофрукты и орешки. Здесь сейчас будем раскладывать салат, может какой-то приз, мясо по-турецки с картошкой. Все калорийное. Организаторы акции убеждены, что люди, работающие в таких тяжелых для человеческого организма условиях, должны восполнять свои силы правильным питанием. Вместе со Всероссийским штабом «Мы вместе» проводится много благотворительных акций в поддержку медиков и тех людей, которые нуждаются в помощи, как в продовольственной, так и в лекарственной. Всероссийская акция «Мы вместе», которая уже два месяца как благотворно реализуется, в том числе и у нас в Карачаево-Черкесии. Добрые люди сегодня, вы видите, передают четыре комплекта компьютерной техники в госпиталь, который на основе городской больницы нашей открыт. Эта техника там пригодится, она необходима, это согласовано с врачами. И вы видели, что уже не первый день здесь готовят обеды для врачей и медперсонала госпиталя, который на основе туберкулезной больницы. Вместе с сотрудниками ресторана и с волонтерами мы поехали в ковид-диспансер, где передали горячий обед врачам, которые сегодня находятся на страже здоровья своих пациентов. На самом деле это очень приятно, когда замечают наш труд. Это подсёгивает нас ещё больше выкладываться, вкладываться в работу. Когда наш труд не остаётся просто незамеченным, мы очень благодарны всем, кто помогает нам с этим. Спасибо вам большое. Любая трудность – это повод объединиться и помочь друг другу. И эти акции яркий тому пример. МЧС предупреждает в течение суток в отдельных пунктах республики ожидается сильный дождь и град. И прогноз погоды на завтра от наших синоптиков. Карачаево-Черкесия. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных пунктах сильный дождь и град. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 8-13, днём 21-26, выше нуля. В горах ночью местами до плюс 4, а днём до плюс 17. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Температура ночью плюс 11-13, днём 23-25 градусов тепла. Автовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное бельё, одеяло, диван-деки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчёт, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%, от 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это «Вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Спикер парламента Карачаева-Черкесия Александр Иванов вручил почётные грамоты Президиуму Народного Собрания Республики самым активным участникам волонтёрского штаба «Единой России». Он поблагодарил волонтёров за их неравнодушие, за их труд. Александр Иванов выразил благодарность депутатам, которые финансово и не только помогают волонтёрскому штабу. На эти средства закупаются продукты и лекарства для нуждающихся. Многие сами разводят помощь. Я хочу вас сегодня поблагодарить. Вы делали очень большую работу. Делали её от души, от сердца, по зову сердца. Помогали людям, помогали малоимущим, помогали тем, кто находится в трудном финансовом состоянии, помогали многодетным семьям. Всё это делали от чистого сердца. Программа по закладке мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств республики стала реализовываться в мае 2019 года по инициативе главы Карачева-Черкесия Рашида Тимрезова. О том, как проходит посадка яблонь в Хабецком районе и на какой урожай рассчитывают садоводы, узнавал Али Боташев. Делишес, Грани Смит и другие элитные сорта яблонь. На этом участке размером 10 соток планируется высадить 480 саженцев. Бригада садоводов из 10 человек во главе с агрономом работает слаженно и чётко. Вся они члены сельскохозяйственного кооператива «Адиюх» Хабецкого района. Для того, чтобы разбить сад на 10 сотках, в среднем требуется от полутора до двух часов. Всё зависит от состояния почвы и погодных условий. Средняя урожайность предположительно 20 килограмм с одного дерева. Там, может быть, если его потом рассортировать, примерно предполагается около 7 тонн этого участка. Жители отнеслись, конечно, с воодушевлением. Тут преследуются несколько целей. Это занятость населения, развитие личных подсобных хозяйств, возрождение традиций садоводства, ну и так называемое импортозамещение, что всё-таки большинство потребления, допустим, яблок в Россию, у нас завозные. Жительница Хабеза Рита Седакова, услышав о программе развития садоводства, сразу оценила преимущество участия в ней. Кроме посадки сада из элитных саженцев, оснащения его системой полива, кооператив обещает помощь в реализации урожая и консультации по вопросам ухода за деревьями. К нам сделали такой большой подарок. Я очень рада. Раньше вот как мы возили с кукурузой или там с картошкой, целый огород. А сейчас вот было устроили нам такой сад красивый. Я очень рада. А раньше занимались вот садоводством? Нет. Дома там несколько деревьев, конечно, сажали. А так, чтоб такое. А волнуетесь, вот как все-таки, как это новое... Волнуюсь, волнуюсь, что будет дальше. Это очень интересно. Жду с нетерпением. Люди сейчас хотят работать. И республика в этом смысле идет в правильном направлении. Мы с радостью поможем всем. И надеюсь, что из этого выйдет толк. Теперь сад из элитных саженцев охраняет собака Далма. Первый урожай яблок ожидается уже через два года. Житель аула Жако Эльдар Хубив раньше занимался только овощеводством. Теперь на его участке разбит яблоневый сад. Вот это предложение поступило. Не отказались. Будем, если все хорошо пойдет, будем ухаживать. Будем слушаться агрономов. Если все хорошо пойдет, будем увеличивать. И в селе больше что делать. Или сельским хозяйством, или животноводством, или овощеводством, садоводством. Будем идти по этому направлению. В этом году в Хабиевском районе по программе развития садоводства планируют посадить яблони на 30 участках. Посадка саженцев завершится 15 июня. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Хабиевский район. А на Зеленчукской ГСГС появился сад памяти в честь 75-летия Великой Победы. Почти 50 саженцев плодовых деревьев, среди которых яблони, сливы, груши, абрикосы и черешни, заняли участок перед зданием Зеленчукской ГСГС. Мероприятия с соблюдением всех мер защиты от коронавирусной инфекции приняли участие представители служб, обеспечивающих непрерывный цикл работы станции. Это была одна из акций всероссийских, в которую мы включились. Инициатором, чтобы посадить сад памяти, был наш директор Петр Васильевич Кравченко. Саженцы были закуплены как филиалом, так и лично работниками филиала, которые посчитали необходимым вспомнить своих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, вот таким образом, то есть посадить дерево в честь или в память о погибшем родственнике. Наши гидроэнергетики, они очень такие отзывчивые и очень внимательные к таким датам. Мы приняли участие практически во всех всероссийских акциях. Это и Георгиевская ленточка, и Окна Победы, и Бессмертный полк онлайн. То есть во всех акциях. Кроме того, 150 тысяч мы направили в этом году на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны через наш Республиканский совет ветеранов войны и труда вооруженных сил. И еще выделили значительную сумму, 400 тысяч рублей, мы направили на восстановление, на ремонт, на замену экспозиции, обновление экспозиции музея памятника защитника Перевала Кавказа. Вот такую работу мы провели в рамках 75-летия Великой Победы. Но, в принципе, на этом не заканчивается. У нас еще будет масса мероприятий. Мы собираемся подняться в горы, где отремонтировать памятники, которые заброшены. Это тоже нам предстоит. Это называется память на высоте. Еще будут различные мероприятия в течение года. Такой была среда в Карачао-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Черная кошка». Приятного просмотра и ждите вестей. Продолжение следует... Продолжение следует...